Мне теперь делегировали в рамках этого межфакультетского курса возможность прочитать вам лекцию по применению электронных микроскопов в исследованиях биологических образцов, а также, насколько постирается мое знание, я также постараюсь вам поведать некоторые аспекты исследования небиологических образцов с применением электронных микроскопов. Началась вся эта история в 1933 году, когда Эрнст Русска и его коллега Макс Кноль создали первый работающий электронный микроскоп. Но, естественно, нам надо сначала разобрать некоторое количество теоретических фактов, понимание которых привело к созданию этих приборов. Надо понять, почему эти приборы появились, почему они до сих пор находят широчайшее применение в исследовательской практике, как они работают, каковы их возможности и каковы, что тоже немаловажно, найти их ограничения, безусловно. Итак, наш замечательный человеческий глаз прекрасно справляется с задачами типа увидеть вовремя подкрадывающегося пещерного медведя или тигра или рассчитать расстояние до выбранной на обед птицы на поверхности водоема, но он совершенно не приспособлен, поскольку для выживания человека большая часть времени его существования на Земле как биологического вида эти задачи не имели значения, он не приспособлен для того, чтобы различать очень удаленные объекты, и более того, он не очень приспособлен для того, чтобы наблюдать малые объекты. Причин тому несколько. Причину первую вы можете легко увидеть, проиллюстрировать для себя в простом опыте. Если вы возьмете какой-то предмет со стола, предмет небольшого размера, начнете приближать его к глазу, чтобы рассмотреть его мелкие детали, да хоть вот собственный палец, вы заметите, что когда вы приблизили палец или интересующий вас объект на некое расстояние к вашему глазу, дальше изображение размывается. Наш глаз устроен так, что вот эти мышцы, управляющие его приспособлением к наблюдению предметов на разной дальности, на расстоянии примерно 25 сантиметров от глаза, это называется расстояние наилучшего видения, и полностью расслабляются. То есть мы не можем поднести предмет к глазу ближе, чем на вот это вот расстояние. Глаз не сможет на него, выражаясь современным языком, сфокусироваться. Другие физиологические особенности строения глаза также накладывают свои ограничения на нашу способность наблюдать малые объекты. В результате глаз человеческий, среднестатистический, обладает способностью видеть раздельно два объекта, две точки, условно говоря, расстояние между которыми не превышает 225 тысячных микрона. То есть примерно четверть, чуть меньше, чем четверть миллиметра. Опять же, это результат статистических обобщений, минимальное расстояние между двумя точками, которое мы можем увидеть. Если мы наблюдаем удаленный объект, то вот эта вот величина, предельное разрешение, измеряемое в единицах длины или в угловых мерах, для нас составляет одну минуту дуги. Чтобы вы представляли, что такое одна минута дуги, вспомните или посмотрите на небе на полную Луну. Диск полной Луны — это 30 угловых минут. Значит, соответственно, на диске Луны невооруженным глазом мы можем различить примерно 30 отдельностей. Чтобы превозмочь это ограничение, человек, движимый любопытством, стал изобретать различные оптические приборы, которые позволяют либо увеличить угол, под которым наблюдается удаленный объект, либо, и мы будем рассматривать именно этот случай, обойти проблему расстояния на лучшую видение и сделать прибор, который, условно говоря, позволяет приблизить нам объект еще ближе к глазу. Такие приборы — это увеличительные стекла и микроскопы. И первым был изобретен световой микроскоп. Значение этого прибора, конечно, никоим образом нельзя недооценивать. Это прибор, породивший науку о клетках, изобретение микроскопов, которым удобно пользоваться, которым наблюдатель может без напряжения в течение долгого времени работать. Прибор был изобретен Робертом Гуком, сконструирован. Собственно, Роберт Гук же и открыл клетки как структурные единицы живого. И породил тем самым цитологию, клеточную биологию. И, собственно, клеточная биология с тех пор движима прогрессом в применении различных микроскопических методов. Но вплоть до середины XIX века изготовление микроскопов было искусством. Мастера-шлифовальщики линз и конструкторы создавали приборы, которые могли быть хорошими, могли быть плохими. И продолжалось все до тех пор, пока Эрнст Аббер не разработал теорию микроскопа, которая однозначно определила, что же позволяет микроскопу работать максимально хорошо. Что значит работать максимально хорошо? Значит, довести предельное разрешение до возможного минимума. Еще раз напомню, предельное разрешение, как физическая величина, выражается в единицах длины. И в наш век цифровых устройств нам немножко сложно об этом думать. Но чем предельное разрешение оптического прибора меньше, тем лучше. Минимальное расстояние, на котором точки не сливаются. Соответственно, если нам хочется пользоваться более интуитивно понятной величиной, мы будем говорить о разрешающей способности, которая есть величина обратная к предельному разрешению. И выражается, соответственно, в единицах чего-то на единицу длины. Что показал Эрнст Аббер? Он показал следующую проблему. Свойственную всем, без исключения оптическим приборам. И световым микроскопом, и телескопом, используемым в астрономии, и электронным микроскопом, о котором мы будем говорить большую часть времени. Он показал, что оптический прибор, формируя изображение точечного источника света, то есть источника, расстояние до которого бесконечно велико по сравнению с его размерами, и который излучает свет равномерно во всех направлениях, который должен был бы восприниматься для нас точкой, не имеющей размера, так вот оптический прибор, любой оптический прибор, такой источник отображает в виде пятна конечных размеров. А раз пятно имеет конечные размеры, значит два пятна могут сливаться. Результатом исследования АББ стала формула, которая связывает геометрические параметры системы, состоящие из объектива, микроскопа и наблюдаемого объекта, с предельным разрешением. Эта формула оказалась очень простой, и в нее входят всего несколько величин. Первая величина описывает сам объектив. Называется она числовой апертурой, numeric aperture в англоязычной литературе. И она равна половине угла, под которым виден объектив микроскопа, из точки положения объекта, когда микроскоп сфокусирован на этот объект, или, иначе говоря, объект находится на расстоянии, равном рабочему отрезку нашего объектива. И это синус половины угла умножен на показатель преломления той среды, в которой находится объект и передняя линза объектива. Объект может находиться в воздухе, объект может находиться в воде, объект может находиться в жидкости специального состава. Это первая величина, которая входит в выражение для расчета предельного разрешения. А вторая величина — это длина волны света, которую мы используем для наблюдения нашего объекта. В результате вся формула для предельного разрешения микроскопов, по телескопу мы не будем говорить, там ситуация несколько иная, да и нас это мало сейчас интересует, и времени у нас на это нет. Формула очень простая. Предельное разрешение светового микроскопа, и электронного тоже, прямо пропорционально длине волны того света, который мы используем, и обратно пропорционально числовой апертуре объектива, который мы используем для наблюдения объекта. Коэффициент пропорциональности, я бы вывел экспериментально, он равен 1, прошу прощения, 61 сотой. Безразмерный коэффициент. Потому что длину волны мы измеряем в единицах длины, числовая апертура и величина безразмерная, и на выходе мы получаем предельное разрешение, также в единицах длины. И эта формула сразу же положила предел, просто показала, что для оптического микроскопа существует предельное разрешение, превзойти которое невозможно. С чего проблема получила название проблема дифракционного предела. Под этим математическим выражением очень простым лежат явления дифракции волн, возникающие при формировании изображения, при прохождении излучения сквозь оптическую систему микроскопа. Мы опять же сейчас туда не будем глубоко погружаться. Дифракционный предел. Если мы проведем простой расчет. Вот моя лазерная указка, она производит цвет с длиной волны 558 нанометров. Это зеленый цвет. В этом диапазоне лежит максимум чувствительности человеческого глаза. Глазу очень приятно работать с таким цветом. Если мы возьмем вот эту длину волны, подставим ее в наше выражение, и возьмем максимально достигнутую на сегодня эффективную числовую апертуру самые дорогие, самые мощные объективы с цветовых микроскопов имеют числовую апертуру 1,4. Проведем расчет. Мы увидим, что мы можем раздельно наблюдать два точечных источника, если расстояние между ними составляет 242 нанометра. Или в общем виде, как это может быть вам известно, может быть даже еще со школьной программы, микроскоп разрешает объекты, если расстояние между ними не меньше, чем половина длины волны того света, которую мы используем. Вот примерно вот оно и получается. И ничего сделать с этим принципиально нельзя, потому что это физический закон. Да, можно играться с числовой апертурой, используя, например, варьируя показатель преломления среды, в которой работают объективы, вот эти вот объективы с числовой апертурой 1,4, и вообще с числовой апертурой больше единицы работают не в воздухе, они работают в специальных жидкостях, и для них лучше бы, чтобы и объект находился в этой же жидкости. Прошу прощения, я зацепил перемотку вперед. С длиной волны света мы тоже ничего особенно поделать не можем, потому что если мы уйдем в ультрафиолет, мы, во-первых, потеряем возможность наблюдать изображение визуально, плюс проблема еще в том, что не все сорта оптических стекол, а именно разнообразие сортов оптических стекол позволяет делать такие объективы, не все они хорошо пропускают ультрафиолет. Тут путь тоже закрыт. Но, как я уже сказал в самом начале, если нам реально нужна большая разрешающая сила, нам остается только одно. Нам надо принципиально менять длину волны, выбирать какие-то другие излучения, которые могут нам проблему решить, потому что человеку это формула общая для всех оптических приборов типа микроскопа. С рентгеновскими лучами тоже задается не очень. Даже в наш просвещенный 21 векс рентгеновская оптика развивается, но не так быстро, как бы, например, лично мне хотелось бы. Хотя рентгеновский микроскоп дал бы существенный прорыв и в биологических исследованиях, и во многих других. Рентгеновский микроскоп, которым удобно пользоваться, который можно поставить на стол в лаборатории, таких пока на текущий момент нет. Но, опять же, примерно с конца, как минимум, XIX века человечество хорошо знакомо с электронами. Мы умеем их выдирать из состава материи, где они обычно находятся, мы умеем с ними манипулировать, а главное, электроны, как и любые элементарные частицы, и как и фотоны света, обладают волновыми свойствами. Мы их можем использовать для построения изображений, так же, как и свет. Можно даже провести эксперимент, в котором мы можем направить поток электронов на две щели и наблюдать интерференцию уже двух наборов электронов, прошедших через эту щель. То есть электроны ведут себя как волны. Формула Дебройля даже позволяет нам рассчитать эквивалентную длину волны для электрона, если мы знаем его общую энергию. Формула уже посложнее, чем формула для предельного разрешения, но если мы, опять же, ею воспользуемся и подставим в нее какие-нибудь опорные значения, например, я произвел расчет для электронов, которые разгоняются в электрическом поле, созданном электрическим потенциалом в 100 тысяч вольт. Это нормальное ускоряющее напряжение для обычного, простого эксплуатации, очень удобного для биологов электронного микроскопа. При таком ускоряющем напряжении длина волны электрона составляет 0,004 нанометра. По сравнению с 500 нанометрами для зеленого света мы получаем крайне кратковолновое излучение, которое, наверное, позволит нам, если мы соблюдим все остальные условия, сможем сконструировать следующий прибор, позволит нам видеть, разрешать объекты, которые расположены друг к другу гораздо ближе, чем это позволяет нам видеть свет. Более того, мы умеем, как я уже сказал, уже в течение более чем века с электронными пучками обращаться. В том числе, например, мы знаем, что катушка провода в форме соленоида, значит, провод намотанный на цилиндр, если по нему пропустить ток, создает магнитное поле такое, которое действует на пролетающие сквозь него электроны, так же, как стеклянная линза действует на проходящий сквозь нее свет. Мы даже можем переписать уравнение электродинамики так, что они будут напоминать уравнение оптики. Вот, например, я тут привел для примера, совершенно это вам не надо запоминать, просто как иллюстрация, мы можем записать показатель преломления магнитного поля по отношению к электронам и использовать его в оптических расчетах с использованием электронов. То есть, как мы можем, например, использовать в уравнениях, показать преломление стекла. Мы можем генерировать электронные пучки. К способу генерации мы, я думаю, вернемся чуть попозже. И, используя все эти знания, мы можем собрать микроскоп, который использует электроны в качестве излучения, которое несет нам информацию об объекте. Я здесь на этой схеме расположил в параллель схему светового микроскопа и электронного, чтобы показать вам сходство и различие этих двух приборов на уровне принципиальной схемы. Как в световом микроскопе, так и в электронном у нас есть источник излучения, в данном случае источник света, источник электронов. У нас есть система линз, стеклянных линз в случае светового микроскопа и магнитных линз в случае микроскопа электронного, которые выполняются пучками излучения абсолютно одинаковые геометрические манипуляции. Вы можете просто это видеть на схеме. Объект и даже принцип формирования изображения в этих двух приборах одинаковый вплоть до так называемого промежуточного изображения, которое формируется объективом как в световом микроскопе, так и объективной линзой в электронном микроскопе. Именно вот здесь на уровне объективной линзы в обоих приборах применяется формула Абе. И, соответственно, вот это промежуточное изображение, оно то самое лучшее, что нам может предоставить микроскоп. В нем реализована разрешающая сила объектива. И далее наша задача его никоим образом не испортить и донести до детектора, либо до глаза человека, смотрящего микроскоп, либо до того устройства, которое мы используем для регистрации электронов, потому что наш глаз электроны наблюдать не может. Нам нужно устройство, которое позволит нам либо превратить энергию падающих электронов в энергию света, чтобы мы могли наблюдать картину формируемым электронным микроскопом глазами, либо непосредственно регистрировать это изображение каким-либо чувствительным к электронам детектором. Принципиальная вещь следующая. Все, что я сказал, это хорошо, но электроны в воздухе не распространяются. Точнее распространяются, но до встречи с первой же молекулой азота или кислорода, с которой они вступаются в взаимодействие, передают свою энергию, и тем самым утрачиваются. Мы не можем в воздухе создать электронный пучок с нужными нам свойствами. Поэтому вся оптическая система электронного микроскопа заключена в воздухонепроницаемый корпус, называемый колонной, и внутреннее пространство колонны откачивается до достаточно глубокого вакуума. Я заостряю на этом месте внимание не просто так, а потому что вакуум в колонне накладывает автоматически довольно серьезные ограничения на свойства объекта, которые мы можем наблюдать в электронном микроскопе. Объект должен быть устойчив к условиям вакуума. Если вы, наверное, тоже прекрасно знаете, вода в условиях не очень высокого вакуума прекрасно закипает при комнатной температуре. Так что это надо иметь в виду. Сейчас потихонечку мы начинаем накапливать систему требований к образцу, которую мы должны выполнять, и которая, собственно, является одним из ограничений для применения электронных микроскопов. Но в целом, повторюсь, приборы очень друг на друга похожи. Вот так выглядит тот самый удобный в работе, приятный для биологов, электронный микроскоп, который работает на ускоряющем напряжении 100 киловольт. Это достаточно современная модель. Где же моя замечательная картинка, как выглядит картинка, которую он показывает. А вот так мы можем наблюдать изображение непосредственно в работе, когда электроны после прохождения всей оптической системы бомбардируют экран, покрытый слоем вещества, способным к катодолюминесценции, то есть к испусканию света под действием падающих на него электронов. В случае мы как будто с использованием такого вот проектора наблюдаем увеличенное изображение, созданное объективом. Это вот такой занятный зеленоватый оттенок. Соответственно, экран находится здесь. Источник электронов у меня на фотографию не попал. Он вот здесь. А объект у нас помещен вот тут. Что же? Давайте сначала вернемся к тому, с чего начали. Какую же разрешающую способность нам может предоставить такой электронный микроскоп? Формула та же. Осталось разобраться с входящими в нее величинами. Показатель преломления для электронов в вакууме один. Это более-менее понятно. Сделать магнитную линзу так же хорошо, как линзу стеклянную, не получилось. Числовая апертура хорошего стеклянного объектива один-четыре. Числовая апертура магнитной линзы объектива микроскопа ноль-ноль-один. Апертурный угол одна сотая радиана. Синус такого угла примерно равен величине угла. То есть мы работаем с объективом числовой апертурой одна сотая против одной целой четырех десятых у светового микроскопа. Но это нас никоим образом не останавливает, поскольку вся сила электронного микроскопа в длине волны электронов. Если мы аккуратно посчитаем для тех же ста киловольт и числовой апертуры в одну сотую, мы получим предельное разрешение 24 сотых нанометра. То есть против тех 240 нанометров светового микроскопа мы получаем выигрыш аж-таки в тысячу раз. Если мы вспомним о том, что мы разгоняем электроны до релятивистских скоростей и специальная теория относительности начинает работать в полную силу, мы еще более аккуратно посчитав, выиграем еще чуть-чуть. То есть электронный микроскоп даже очень небольшой с очень скромным ускоряющим напряжением предоставляет нам колоссальный выигрыш в разрешающей силе. опускаемся на уровень размеров индивидуальных молекул белков. Точнее даже уже крупных элементов структуры молекулы индивидуальных белков. У нас и тут надо еще сказать, если у нас хватит времени, мне на самом деле хочется вам рассказать о двух типах электронных микроскопов. Все, что я сейчас говорю, относится к электронному микроскопу просвечивающему. Я еще хочу вам рассказать про электронный микроскоп сканирующий. Там немножко все по-другому и разрешающие силы похуже, но возможности иные довольно впечатляющие. Итак, разобрались. Добавив ускоряющего напряжения, добавив тока в линзах, мы можем еще выиграть, дойдя до возможности разрешать отдельные атомы в кристаллических структурах. Тут у нас все в порядке. А что происходит непосредственно в образце и как мы с помощью электронов извлекаем информацию об его структуре? Поскольку именно информация о структуре это первое, что нам нужно. Когда электронный луч взаимодействует с веществом, происходит масса физических процессов. здесь я изобразил только то, что происходит с самими электронами. Воздействие падающего на объект луча ускоренных электронов приводит к появлению целого набора дополнительно новых излучений, большинство из которых это тоже электроны. во-первых, если образец позволяет, часть, иногда значительная часть электронного луча просто пройдет сквозь образец без взаимодействия. Для нас это важно. Дальше. Часть электронов претерпит упругое рассеяние, то есть они изменят направление распространения, не изменив энергии. часть электронов провзаимодействует с атомами и молекулами в составе образца более тесно, отдаст им часть энергии, отклонится на больший угол, и это будут неупруго рассеянные электроны. Они тоже интересны. Вообще все эти излучения несут ту или иную информацию о структуре или составе образца. Также естественно падающий электронный луч может приводить к ионизации атомов в составе образца. И это будет приводить к эмиссии вторичных электронов. О них мы поговорим. Часть электронов могут отклониться посредством упругого рассеяния на такой угол, что отправятся в обратном направлении. Они не являются отраженными и правильно назвать обратно рассеянными электронами, потому что ну и наконец часть энергии электронов так или иначе застрявшего образца будет отдана в виде квантов электромагнитного излучения по большей части в рентгеновском диапазоне. На уровне отдельных атомов происходит что? Для биологов, работающих со структурами своих биологических объектов, наибольший интерес представляют вот эти два компонента. Это проходящий луч и упругое рассеянные электроны. Упругое рассеяние электронов происходит на ядрах атомов, потому что электронные облака в составе атомов вокруг ядер для электронов почти прозрачные. Заряд электронов слишком рассеян, атом слишком велик с точки зрения электрона, если бы у него были глаза, и только в центре находится массивное ядро, являющее концентрацией положительного заряда. И вот кулоновское взаимодействие между электроном и ядрами атома, оно как раз и приводит к рассеянию электрона. В зависимости от расстояния до ядра и энергии электрона, при прохождении вблизи атомного ядра, электрон будет отклоняться на тот или иной угол, больше или меньше. Чаще всего упруго-рассеянные электроны, которые нас интересуют, отклоняются на достаточно небольшой угол. Все-таки у них достаточно большая энергия, большая скорость. И, естественно, чем больше заряд ядра, который оказывает электростатическое воздействие на проходящий поблизости электрон, тем эффективнее происходит рассеяние. И тут мы встречаемся со вторым ограничением, накладываемым на образцы, которые мы хотим исследовать. А вообще биологическая материя, если мы ею занимаемся, состоит из довольно легких элементов. Азот, кислород, углерод. Свойством хорошо рассеивать электроны из-за своего небольшого заряда ядра эти элементы не обладают. Вообще говоря, проблема. И еще одно требование к образцу именно для исследования в просвечивающем электронном микроскопе. этот образец должен быть тонким. Но что значит тонким? Это значит, что его толщина не должна превышать величину так называемого свободного пробега электронов в материале данного образца. Не вдаваясь в технические подробности, при прохождении образца электроны в среднем должны претерпевать одно или меньше взаимодействия приводящие к их рассеянию. Для электронов с энергией соответствующей скорейшей напряжении 100 кВт в биологической материи длина свободного пробега равна примерно 100 нанометрам. Соответственно, вот это та толщина образца, которую рекомендуется достичь для эффективного исследования в просвечившем электронном микроскопе. Опять же, уже теперь не только для биологов это серьезное ограничение, потому что элементарная единица живого клетка вообще говоря побольше. Да и в общем-то и для химиков и для материаловедов это тоже проблема. Особенно если речь идет например об исследовании сплавов полупроводниковых структур, они тоже имеют более крупные размеры, то есть образец для работы для исследований с помощью электронного микроскопа надо готовить, в частности доводить его до соответствующей толщины. Но если эти условия соблюдены то мы в области образца наблюдаем следующую ситуацию. В отсутствии образца линза объектива собирает проходящие сквозь нее электроны, они все собираются в некой точке пространства, потом расходятся снова. Но если мы поместим образец перед линзой объектива, в образце у нас есть разные элементы с разной атомной массой, распределенные неравномерно. И чем более тяжелые элементы сосредоточены в данной области образца, тем сильнее они будут рассеивать электроны, и вот эти упруго рассеянные электроны будут так называемой диафрагмой объектива задержаны. те же электроны, которые прошли сквозь образец без взаимодействия или угол их отклонения пренебрежима мал, они пройдут через эту диафрагму и достигнут нашего детектора. Поэтому картина, которую мы видим на светящемся экране электронного микроскопа или регистрируем ее с помощью фотопленки или цифрового детектора, она формируется только теми электронами, которые прошли сквозь образец без взаимодействия. Ну, а, соответственно, чем больше электронов было рассеяно в данной области, тем более темной она будет на результирующем изображении. Это своеобразный театр теней. Чем более тяжелые элементы сосредоточены в данной области, тем она темнее. Так генерируется самый простой, самый понятный и наиболее широко используемый биологами, не буду говорить за других исследователей, тип генерации контраста в электронном микроскопе. Но еще раз повторюсь, чтобы это хорошо работало, нужно, чтобы в образце присутствовали тяжелые элементы, по-настоящему тяжелые. осмей, свинец, уран. Вот эти атомы хорошо рассеивают электроны, гораздо лучше, чем азот и кислород. Опять же, их в биологических объектах просто так их там нет. Или они там есть, но их очень мало для того, чтобы создать должную, как говорят, электронную плотность. Наконец, еще одна проблема. Про вакуум мы уже поговорили, про отсутствие тяжелых элементов поговорили. Электроны несут энергию. Много. Разогнанные до 100, скорящим напряжением 100 кВт электроны это достаточно серьезная энергия, а нам нужно много электронов, чтобы получить изображение. тут я много чего насчитал, но меры поглощенной энергии 1 рад соответствует 1 сотой джоуля на килограмм, 10 в 9 рад разрушают органические молекулы. Еле-еле видимое на экране электронного микроскопа изображение требует, чтобы образец поглотил 5 в 9 степени рад. Что останется от биологической материи? Ничего. Казалось бы, серьезная проблема, почти нерешаемая, тем не менее она была решена, это и сильная сторона электронной микроскопии биологических объектов, и в то же время это тем повод для постоянной критики этого метода. То есть нам надо приготовить объект для наблюдения, придав хлипкой жиденькой биологической материи устойчивость к вакууму, устойчивость под электронным пучком, да, электронный луч еще и нагревает, очень неплохо, еще и насытить ее тяжелыми элементами. Насколько это подготовлено таким образом биологической материи соответствует ее исходным структуре, это вечный вопрос к электронной микроскопии. Тем не менее, как показывает практика, и развитие методов подготовки объектов все совершенствуется, в общем похоже. В общем похоже. Ну, собственно, я вам уже сказал. Теперь один маленький практический момент, поскольку мы сейчас переходим уже не посредственно к обсуждению возможностей наблюдения, я все время буду говорить объект на сетке, объект на сетке. Сетка. Металлический кружочек тоненький, в центрах которого заполнен системой пересекающихся перекладин. Действительно сетка. Уже много десятилетий это стандартный носитель для образца, для электронной микроскопии. Диаметр этой штучки 3 миллиметра, влезает во все типы современных проследующих электронных микроскопов. Количество и форма ячеек может быть самой разной. Например, ячеек может быть просто одна. И чтобы объект не проваливался сквозь отверстие, сетку покрывают пленкой-подложкой. Тонкой полимерной пленкой или, например, пленкой углерода. Сейчас появились с развитием нанотехнологий сетки с графеновой подложкой толщиной в один слой атомов углерода. Как бы то ни было, объект при наблюдении будет располагаться вот на таком носителе. И что же мы можем наблюдать, какими способами мы можем наблюдать, какую информацию мы можем извлекать, пока говорим в основном исключительно о работе с использованием того самого контраста массы плотности, который формируется посредством удаления упруго рассеянных электронов из луча формирующего изображения. Самый простой способ позволяет нам наблюдать например вирусы, вирусные частицы. Этот способ называется методом негативного контрастирования. реализуется крайне просто. Также мы можем наблюдать крупные белковые комплексы выделенные из клеток например рибосомы. Мы можем наблюдать таким способом наночастицы, особенно если они имеют органическую природу. Кажется я противоречу сам себе, но нет, сейчас убедитесь, что метод работает. Суть метода очень проста. Суспензию частиц, которые мы хотим наблюдать, мы наносим на сетку с пленкой подложкой, даем некоторое количество времени для того, чтобы часть этих частиц осела на подложку. Очень часто используют подложки с поливинилфомальдегида по отношению к биомолекулам она липкая. Белковые частицы, вирусы к ней прилипают за счет не соврать гидрофобных взаимодействий в основном. Далее мы убираем суспензию, остаются только те частицы, которые взаимодействуют с пленкой, и дальше мы наносим поверх контрастирующую смесь. Это то, что содержит тяжелые металлы. Например, мы можем использовать раствор фосфовольфрамовой кислоты. Потрясающее соединение. В середине фосфор, а вокруг аж 12 групп, содержащих атомов альфрама и окруженно атомов кислорода. Или мы можем использовать молекулу поменьше, уранилацетат. Я его не очень люблю, уран не самый приятный в общении элемент, хотя используется объединенный уран-238 для приготовления этого препарата, но все равно уран есть уран. В течение примерно 30 секунд эта жидкость находится во взаимодействии с образцом, после чего мы удаляем ее. И на последних этапах что происходит? Фактически за счет капиллярных сил все наши частицы оказываются окруженными тонким слоем этой осадка вот этого материала. Выглядит вот так. Слева это вирус гриппа типа А, справа бактериофаг Т4. Обратите внимание, здесь он увеличенный фрагмент. Гемоглютинин вируса гриппа. Почему собственно вирус так опасен? Он обладает гемолитическим действием. Каждая палочка отдельный белок, имеющий длину 13,5 нанометров. А пространство между этими палочками заполнено затягшим туда контрастирующим агентом. Почему негативный контраст? Потому что мы видим структуру на черном фоне. Структура светлая, фон черный. Но все, что я сказал, остается правдой. В тот момент, когда мы это видим, самого вируса тут уже нет. Он уничтожен электронным пучком. Мы только видим его отпечаток на слое контрастирующей жидкости. Точно так же это уронилоцетат, это бактериофарк Т4, он побольше. И поскольку это делали студенты, мы используем фосфоальфрамовую кислоту, студентам уронилоцетат не даем. Опять же, то же самое, косоидрическая голова, мы ее видим, мы видим исчерченный хвост, способность сокращаться, мы видим базальную пластинку. Самого бактериофарка здесь уже нет. Он был уничтожен электронным лучом в первый момент наблюдения. Такой вот замечательный очень простой метод. Иногда, если передержим, можем получить вот такую картину. Этот препарат я сделал совершенно случайно, поймав из прибора для изготовления ультратонких срезов бактериальную пленку. Она покрасилась, уронилацетатом. Мы видим бактериальные жгутики. Более современный подход к исследованию биологических валерков. Вот примерно за это, по-моему, в 2017, точно за это, но год не помню, дали Нобелевскую премию. Опять же, имеем суспензию, например, рибосом или вирусов. Но нашей целью является исследование уже их трехмерной структуры. Негативным контрастом мы видим силуэт. Причем мы хотим сохранить их как можно более близкими к нативному состоянию. И не хотим использовать тяжелые металлы, дабы не нарушать их структуру. Чтобы стабилизировать наши объекты, мы можем их быстро заморозить. Если мы будем просто замораживать воду, в ней начнется образование кристаллов льда, которые сами по себе достаточно эффективно биологически разрушают. Но прелесть в том, что в воде, чтобы стать льдом, нужно время. Пусть малое, но время. Для того, чтобы более-менее хаотично и подвижно организованной молекулы воды перестроились в ригидную структуру льда, нужно время. Если мы заморозим воду со скоростью порядка 10 тысяч градусов в секунду, вода просто не успеет стать льдом. Она станет твердой, но это не будет лед, это будет твердая вода. Но единственное, что нам нужно, чтобы воды было мало. Иначе она просто не успеет быстро замерзнуть. Для таких процедур используется специальная сетка, ячейки которой достаточно малые, плюс эти ячейки сами по себе закрыты пленкой, в которой есть свои ячейки, еще меньшие. Мы наносим суспензию частиц на эту сетку, в малых ячейках остаются нанокапельки жидкости, содержащие молекулы, которые мы хотим изучать, или частицы, которые мы хотим изучать. И вот именно в этом состоянии мы это замораживаем. Просто окунуть в жидкий азот это не очень хорошо, потому что жидкий азот обладает малой теплоемкостью, он испарится, создаст защитную шубу, затрудняющуюся теплообмен. Работают эти приборы и в примитивном варианте, и в современном автоматизированном, окуная образец в жидкий этан при температуре жидкого азота. Теплоемкость этана гораздо выше, он не успевает закипеть от контакта с металлом. И тогда полученный препарат содержит в себе тонкие пленки твердой воды, в которой в один слой размещены наши частицы. Естественно, наблюдение таких препаратов требует специально оборудованных электронных микроскопов. Мы должны постоянно поддерживать такой образец при температуре жидкого азота. Мы должны постоянно контролировать количество энергии, которую мы направляем на этот образец для получения изображения. Но в результате мы имеем контраст биологической материи против воды. Выглядит не очень, не правда ли? Но с другой стороны идентичные частицы современными методами анализа изображений могут отсюда быть извлечены изображения отдельных частиц цифровыми способами контрастированы и мы получаем галерею портретов частиц, повернутых нам разными сторонами. И если мы наберем достаточное количество этих изображений, по этой библиотеке мы сможем восстановить истинную форму частицы. Такая своего рода томография называется Single Particle Analysis, хотя я бы назвал это Multiple Particle Analysis, все-таки она требует множества частиц. Эти процессы в настоящее время автоматизированы естественно, микроскоп работает в автоматическом режиме. Приборы подобного рода есть в Курчатовском институте, если кого-то заинтересует, на контакт они идут не очень, но договориться наверное удастся. Это что касается исследования макромолекул и макромолекулярных комплексов. А если мы хотим исследовать объекты покрупнее, клетки? Опять же, характерный размер того, о чем я говорил, меньше 100 нанометров. По крайней мере, толщину объекта мы соблюдаем с устойчивостью к электронному лучу мы либо справляемся охлаждением и контролем поглощаемой дозы, либо мы просто позволяем электронному лучу уничтожить объекты, наблюдаем то, что осталось. Если же мы хотим работать с клетками и изучать их тонкую структуру, нам необходимо преодолеть вот те четыре сложности, которые мы имеем. Во-первых, мы должны стабилизировать структуру, придав ей определенный запас прочности. Это достигается в настоящее время рутинно или химической фиксации посредством перевязывания белковых молекул альдегидными шивками. Мы должны насытить образец тяжелыми металлами. То есть мы здесь фактически занимаемся старой доброй практикой цитохимии. Мы вносим тяжелые металлы в форме таких соединений, которые специфически взаимодействуют с теми или иными химическими компонентами клетки. Тетероксид осмия взаимодействует с липидами. Соответственно, этот реагент, проникая в образцы тканей или в образцы клеток, связывается с биологическими мембранами. И мало того, что он их стабилизирует, связывая по несколько молекул жидких кислот одной молекулы тетероксидосмия, он же вносит туда тяжелый металл, тем самым придавая липидным структурам электронную плотность, благодаря которой мы можем видеть. Уронилоцетат имеет способность сорбироваться на белки, он выкрашивает белковые структуры, он выкрашивает рибосом, он выкрашивает хроматин, где больше всего белка сконцентрировано. Это там. Нам надо избавиться от воды, нам надо нежно аккуратно воду удалить. И, наконец, клетки слишком большие для работы в просвещающем электронном микроскопе. Поэтому нам надо сделать биологическую материю достаточно твердой для того, чтобы мы могли приготовить из нее механическим путем ультратонкие срезы. В настоящее время способов, опять же, два. Способ первый это заключить биологический материал в полимерную среду, например, в эпоксидную смолу или в какие-нибудь производные метакрилата. Эти вещества достаточно твердые, позволяют сделать срез толщиной 100 нанометров, 50 нанометров. Твердость этого материала достаточно. С другой стороны, альтернативой в настоящий момент является то, о чем я вам уже сказал, это быстрое замораживание. То, о чем мы уже с вами успели поговорить, это замораживание малого объема просто посредством быстрого окунания в хладагент. Если мы хотим заморозить клетку, нам надо применить некоторые ухищрения. Нам надо, во-первых, замораживать ее под давлением. Повышенное давление, опять же, будет препятствовать молекулам воды поворачиваться в нужную ориентацию для формирования льда. А во-вторых, нам нужно, чтобы в нашем образце было воды как можно меньше, поэтому нам надо использовать криопротектант, который собой заместит воду. Те же, для заморозки клеток часто в качестве криопротектанта используют дрожжевую пасту. То есть клетки смешиваются с дрожжами. Некоторые методики позволяют. И тогда в специальных держателях, в специальных кассетах, в которых развивается высокое давление, опять же, наш образец помещают либо в струю жидкого этана, либо в струю жидкого азота. Происходит быстрое замораживание воды мало, она успевает ветрифицироваться, и дальше в этом состоянии мы можем либо непосредственно сохранять при температуре жидкого азота, также приготовить ультратонкие срезы сразу, но тогда мы теряем тот контраст, который нам дает им пригнаться тяжелыми металлами, либо мы можем из замороженного состояния вернуться аккуратно к химической фиксации. Сейчас не будем на этом остановиться, этот метод имеет свои преимущества перед химической фиксацией напрямую. Пропустим. Это мы, наверное, немножко только остановимся на ультратонких срезах. После того, как образец залит в смолу, надо приготовить ультратонкий срез. Вот как раз это у меня тут фотографии образца. Это уже знакомая вам сетка, я ее здесь сфотографировал для масштаба. Вот это один миллиметр. Готовится из образца, содержащего множество клеток, такая вот заготовочка в форме пирамидки. Вот она. Вот это один миллиметр. И дальше с помощью прибора ультрамикротома подающего образец с заданным шагом вперед на нож, можно подавать шагом 100 нанометров, мы делаем серию ультратонких срезов с верхней поверхности пирамидки. Появление алмазных ножей делает этот процесс приятным и воспроизводимым. Вот она, серия срезов на поверхности воды в вот этой ванночке алмазного ножа, откуда ее можно опять же поднять на сетку с подложкой и поместить в электронный микроскоп для наблюдения. Вот что мы с вами можем видеть. Ну, сначала о разрешающей силе. Это фрагмент плазматической мембраны сферопласта дрожжевой клетки. Сферопласт это клетка, с которой снята клеточная стенка. Она должна была бы, хитинова клеточная стенка должна быть здесь, но я для приготовления фотографии удалил ее специальным ферментом. Это плазматическая мембрана дрожжевой клетки. Это ее цитоплазма, она в основном забита рибосомами. Ну, вот это, собственно, увеличенный фрагмент вот из этого квадратика, увеличение 40 тысяч, темные они, потому что это те зоны липидного бесслоя, куда сел татароксид осмия. Соответственно, прозрачная зона это то место, где находятся, собственно, гидрофобные части липидных молекул. Зазор 5 нанометров. Разрешается с легкостью. И опять же, я эту картинку показываю вам для того, чтобы продемонстрировать классический пример артефакта электронной микроскопии. Все вы, наверное, знаете, что биологическая мембрана является двуслойной, состоит из двух слоев молекул липидов. В электронный микроскоп она представляется трехслойной. Темный слой, светлый слой, темный слой. Не имея априорных знаний о том, как она устроена, мы можем сделать неправильные выводы. Потому что мы подвергли биологическую структуру дополнительной модификации, привнеся туда тяжелый металл. Мы можем точно так же готовить образцы из тканей. Вот это сетчатка глаза полевки Бранта. Можем готовить образцы клеток. Группа клеток, выращенных на покровном стекле в чашке Петри, ядра, контур ацитоплазма. Но мы помним, это ультратонкий срез толщиной 100 нанометров. Соответственно, клетка, вот у меня масштабный отрезок 5 микрон, и высота клетки, она тоже 5 микрон. Соответственно, вот этих клеток. Соответственно, вот из такого объема мы имеем тонкий срез. Об этом тоже всегда надо помнить, наблюдая электронно-микроскопические изображения. Увеличенный фрагмент предыдущего изображения. Сопоставление светового микроскопа и электронного. Ядрышко, ядрышко, хроматин, хроматин. Сейчас электронный микроскоп позволяет нам видеть гораздо больше. Если мы сравним это еще с флуоресцентной микроскопией, которая позволяет нам видеть только то, что мы окрасили, в электронный микроскоп мы видим весь окружающий контекст клеточный также. Почему срезы изготавливаются сериями? Потому что во все времена исследователь интересовал пространственной структурой любого объекта, который он исследует. По серии ультратонких срезов, особенно в наш просвещенный цифровой век, мы можем, сфотографировав их все, осуществить трехмерную реконструкцию. Опять же, биологический момент здесь, это вторая хромосома, которая инактивирована, классический цитолог, называют ее тельцем бара, в женских организмах млекопитающих. Эта хромосома формирует отдельную хроматиновую глыбку, которая при детальном электронном микроскопическом исследовании, как выяснилось, имеет довольно оригинальную тонкую структуру. Она не просто плотный комочек хроматина, она вся пронизана каналами, лакунами. И вот выглядит она в виде трехмерной модели вот так. Смеет очень сложную внутреннюю структуру. Это мы пропустим, не успеем иначе. Это мы, наверное, тоже пропустим. Это мы тоже пропустим. И это мы тоже пропустим. А теперь, что касается небиологических образцов. Со времен русские электронные микроскопы все до одного имеют возможность давать нам дополнительную информацию используя метод дифракции электронов на кристаллических структурах. Этот метод и рентгеноструктурный анализ близнецы-братья. Просто используются разные типы излучения. Кто-то специально выбрал кристаллик попроще, всеми знакомый, всеми любимый алмаз. Ну, правда, в наноформе получаемый в результате взрыва смеси сажа с гексогеном. Размер частиц порядка 5 нанометров. В режиме дифракции электронов любой кристалл дает характерную картину рефлексов. К сожалению, тут я не являюсь специалистом в этой области. Я эту картинку делал вместе с теми, кто этим занимается, кто разбирается. главное, что мне хочется отсюда до вас донести. Вот на этом изображении каждое кольцо сформировано рассеянием электронов на одной из характерных плоскостей в кристалле алмаза. У алмаза их, насколько я понял, всего три. Они имеют свои какие-то кристаллографические индексы, любой специалист по кристаллографии, увидев эту картинку, говорит, это алмаз. В каком-то смысле это наша возможность видеть атомы, по крайней мере, если они расположены упорядоченно. И мы даже можем, имея какой-то индикатор масштаба, предварительно откалибровав наш прибор, мы можем даже мерить расстояние между этими плоскостями в кристаллах. Единственное, опять же, наши кристаллы должны быть устойчивы к воздействию электронного луча. То есть не для всех образцов этот метод применим. Но в данном случае для наночастиц таких стойких, как алмазы, для металлических наночастиц, для композитных наноматериалов это вполне работоспособный метод исследования. Используя некоторые ухищрения, мы можем извлекать из этой картины часть электронов, рассеянных на определенный угол, и видеть в составе нашего образца те элементы, которые на этот угол повернуты, на этот угол лучше всего рассеивают. Та же самая картинка, но теперь мы видим в виде ярких точек только те кристаллы, которые дают максимальный вклад вот в этот элемент нашего изображения. То есть мы можем изучать ориентацию кристаллов в нашем образце, если нас это интересует. Эта шутка работает только в англоязычной версии этого доклада. Электронный микроскоп, помимо анализа структуры, позволяет нам анализировать состав образца. ИЛС это Electron Energy Loss в спектроскопе. Мы постепенно отходим от упругой рассеянных электронов и переходим к электронам, претерпевшим неупругой рассеяния. Дело в том, что неупругой рассеянии электронов, то есть их взаимодействие с атомами, сопрождающиеся передачей части энергии от электрона к атому, подчиняется законом квантовой механики, эта энергия раздается порциями, соответственно, можно составить атлас потери энергии электронов при взаимодействии с атомами тех или иных элементов. Если мы имеем возможность после прохождения электронным лучом образца фильтровать электроны по энергиям, а мы это умеем, фактически мы присоединяем к электронному микроскопу массоспектрометр, мы можем выделять из общего потока электронов те электроны, которые потеряли то или иное количество энергии за счет взаимодействия с теми или иными элементами. То есть мы можем фактически картировать в образце его химический состав. Единственное, что нам нужно, чтобы энергия исходного электронного луча, энергия всех электронов в составе исходного электронного луча была одинаковая. иначе мы будем иметь исходный разброс и мы будем иметь наложенный на него разброс после прохождения образца, что тоже не очень мы не разберемся в этой картине. К счастью, современные электронные пушки позволяют генерировать монохроматические, то есть с одинаковой энергией всех электронов пучки, да они еще и будут когерентными. То есть в каком-то смысле мы имеем возможность реализовывать почти электронный лазер. И вот тогда, когда энергия всех электронов одинаковая, это называется электронная пушка с полевой эмиссией, Field Emission Gun, если встретите в литературе, если энергия всех исходных электронов была одинаковая, то дальше мы можем используя массоспектрометр, разделить электроны по энергиям, пропустив их сквозь магнитное поле, в котором они зависит от своей энергии отклоняться больше или меньше, потом с помощью банальной щели, как в спектрофотометре, извлечь эти электроны из луча, потому что теперь электроны с разной энергией разобещены в пространстве, и на их основе построить изображение. Вот пример, он довольно сложный для восприятия, даже для меня, потому что с этим методом я знаком в общем-то только теоретически, хотя очень хочу познакомиться с ними на практике. Клетка крови, они кругленькие, они достаточно безликие в смысле внутренней структуры, и на ультратонком срезе такой клетки было получено его изображение без применения каких-либо окрасок тяжелыми металлами, после чего с помощью метода спектроскопии потери энергии электронов были отфильтрованы те электроны, которые взаимодействованы с атомами фосфора. И изображение полученное в этих электронах наложено на общее изображение клетки, где больше всего фосфора в хроматине. Мы видим распределение ДНК в ядре этой клетки, отфильтровав электроны по взаимодействию с атомами фосфора. Вот такая возможность химического анализа на месте, внутри образца. Микроскоп с такой установкой есть в Межфакультетской лаборатории электронной микроскопии Биофака. Уже есть, уже можно решать задачи такого химического анализа. И там как раз стоит вот такой постколонный фильтр вот такого типа. Ну, а что насчет атомов? Вот просто посмотреть на атомы. Да, уже можно. В 2014 году в своем научно-рекламном журнале GeoNews фирма Geo, один из ведущих поставщиков электронных микроскопов, опубликовал вот такую картинку. Они не первые, просто картинка больно хорошая, нитрит галия, специальным образом приготовленный образец. Мы видим два атома галия. Расстояние между ними известно заранее, и мы можем верифицировать эту картинку. Мы знаем, что это именно они. Атомы азота слишком слабо рассеивают, слишком слабо взаимодействуют с электронами, мы их не видим. Если поискать, можно найти примерно такого же уровня изображения, опять же, структуры графена. Но помним, требования к образцу здесь еще более суровые, нам нужна фактически однослойная в один слой атомов пленка для получения таких изображений. Но к этому мы идем. Тонная микроскопия позволяет нам видеть атомы. Ускоряющее напряжение в этом приборе 300 тысяч вольт. Одно время увлекались строительством микроскопов с ускоряющим напряжением в миллион вольт. Это установка здания, для которой строится вокруг нее. Но там делалось это не ради разрешающей силы, а ради возможности пробивать электронным лучом толстые объекты, избежать необходимости готовить ультратонкие срезы. Один миллион вольт пробивает правильным образом приготовленную клетку насквозь дает изображение, позволяет получить изображение всей глубины. Посмотреть бы на это. Так, еще живы, еще воспринимаете информацию? Сколько у нас по времени, кто мне может подсказать? А, ну у нас как раз еще полчасика, чтобы обсудить сканирующий электронный микроскоп. Маленький перерыв, если возникли вопросы. не возникли? Тогда давайте потихонечку, я попробую немножко замедлиться. Сканирующий электронный микроскоп. Прибор другого типа, хотя тоже использует электронный луч, но он решает совершенно другую задачу. Просвечивающий электронный микроскоп при всех своих ограничениях он решает задачу внутренней структуры образца. Электроны проходят сквозь образец и несут нам информацию о том, что же там внутри есть и как оно устроено. Сканирующий электронный микроскоп позволяет нам с высоко разрешающей силой исследовать поверхность образца. Причем размер образца как таковой нас уже не так сильно волнует, как в случае просвечивающего электронного микроскопа. В этих пневмахах даже такой маленький, очень приятный в обращении электронный микроскоп. Посмотрите, какая огромная у нее камера для помещения образца. Образец находится вот здесь. Связано это частично с тем, что в этой камере находится большое количество детекторов для работы с разными видами излучений, исходящих из образца под действием электронного пучка, но и в том числе еще она и позволяет разместить туда большой образец. Потому что, еще раз повторюсь, ограничения по абсолютным размерам образца для этого прибора, кроме конструктивных и по времени необходимых для обработки большого образца, нет. Как же работает этот прибор? У него тоже есть электронная пушка, у него тоже есть колонна, у него даже есть объектив. Но суть этой части прибора, ее задача в том, чтобы создать электронный луч, тонко его сфокусировать в точку как можно меньших размеров и направить его на образец. А также предоставить нам возможность с помощью специальной сборки магнитных катушек сканировать этим лучом образец линия за линией. Как электронный луч в старинном, не побоюсь этого слова, телевизоре или в осциллогове. Собственно, поэтому он и сканирующий электронный микроскоп. Электронный луч, сформированный последней линзой колонны, она называется здесь объективом, но этот объектив не формирует изображение. В отличие от объектива, просвещающего электронного микроскопа, он только формирует луч, которым сканируется поверхность образца. А дальше мы выбираем один из типов вторичных излучений, сейчас мы к этому вернемся, и используя подходящий для этого излучения детектор, начинаем это излучение собирать, ну а поскольку большая часть этих излучений это опять же электроны, мы можем электроны, попадающие на детектор, преобразовать в ток, и этот ток используют для модуляции яркости электронного луча электронной лучевой трубки. Эта электронная лучевая трубка управляется тем же генератором развертки, что и электронный луч, и в результате мы на экране телевизора наблюдаем изображение, которое строится в соответствии с тем, как электронный луч сканирует образец. Опять же вернемся к схеме взаимодействия электронного луча с образцом. В просветчивающем электронном микроскопе нас интересовали вот эти электроны, упруга рассеянные, не упруга рассеянные, проходящие. В сканирующем электронном микроскопе нас интересуют вот эти излучения, а именно вторичные электроны, обратно рассеянные электроны, рентгеновские фотоны и еще несколько типов излучений, о которых мы, наверное, с вами особенно говорить не будем. Поскольку нас проходящие электроны не интересуют, наш образец вполне может быть массивным. Мы изучаем только его поверхность. единственное требование, точнее нет, набор требований к образцу для работы с сканирующим электронным микроскопом опять же требует устойчивость к вакууму, устойчивость к электронной бомбардировке. Этого никто не отменял, но еще одно принципиальное требование, а может догадаетесь какое, если образец массивный, мы бомбардируем его электронным лучом, и очень много электронов в нем застревает, не буду вас мучить. Образец должен быть электропроводящим, хотя бы с поверхности, иначе под воздействием бомбардировки электронного луча он зарядится, зарядится отрицательно и начнет отталкивать бомбардирующие его электроны, разрушая структуру луча и тем самым снижая разрешающую способность нашего прибора. Хотя бы поверхность образца должна обладать способностью проводить электричество, сбрасывать заряд с образца, сейчас, естественно, образец в сканирующем электронном микроскопе должен быть заземлен. Сейчас расскажу, как это делается. Итак, раз образец у нас массивный, падающий электронный луч, естественно, электроны с высокой энергией проникают внутрь, формируют то, что называется electron beam interaction volume, объем, в котором происходит взаимодействие электронов с образцом. и из разных частей этого грушевидного объема, как показало математическое моделирование этого процесса, исходят разные типы электронов. Опять же, я биолог, начну с того, что больше всего интересует биологов. Биологов интересуют вторичные электроны, которые рождаются вот здесь, в шейке этой груши, в самой тонкой ее части. Что такое вторичные электроны? Вторичные электроны это результат ударной ионизации. Когда электрон падающего пучка взаимодействует с атомом образца, он может передать этому атому свою энергию и вызвать отрыв одного из электронов от этого атома. Свойство вторичных электронов таково, главное их свойство в том, что их энергии очень мала. Допустим, наш электронный микроскоп работает с ускоряющим напряжением 30 тысяч вольт. Энергия падающих электронов 30 тысяч электрон вольт. Вторичные электроны будут иметь энергию 50 электрон вольт. 80 электрон вольт. Вся энергия электронов падающего луча ушла на ионизацию атомов и на энергию выбитых в результате этого процесса электронов почти ничего не осталось. низкая энергия вторичных электронов приводит к двум следствиям. Следствие первое. Если они образовались на слишком большой глубине внутри образца, они просто не вылезут оттуда. У них не хватит энергии, чтобы преодолеть путь до поверхности образца. Соответственно, они рождаются и испускаются только из самых приповерхностных слоев образца. То есть они несут просто по сути свою информацию о поверхности. Раз. И два. Их маленькая энергия, как следствие маленькая скорость позволяет поставить на них ловушку, разместив внутри камеры, где находится образец, небольшой положительный заряд, который начнет притягивать к себе эти электроны и он не будет влиять ни на какие другие излучения, поскольку их энергия на порядке выше. То есть у нас есть возможность эффективно улавливать вторичные электроны, не мешая работе микроскопа. Собственно, детектор вторичных электронов это стандартное оборудование, которое поставляется с любым сканирующим электронным микроскопом, просто потому, что это единственный самый быстрый способ убедиться, что у вас прибор работает. Соответственно, я тут нарисовал вот такую схемку, образец имеет сложную поверхность. и когда мы сканируем его электронным лучом, изменение наклона поверхности образца приводит к тому, что изменяется форма поверхности, открываются больше или меньше поверхности той зоны, где рождаются вторичные электроны. С плоской поверхности вторичных электронов имитируется мало, а чем круче склон, тем с большего пятна мы можем собрать больше этих электронов. Поэтому при работе во вторичных электронах крутые склоны на поверхности образца кажутся нам более яркими, потому что из них исходит больше вторичных электронов. И, соответственно, наш детектор будет нам вот он, собственно, этот детектор в камере образца реальный микроскоп. Луч идет отсюда, образец вот здесь, сканируется и вот это вот на этой металлической сеточке, которая для электронов фактически прозрачна, находится положительный заряд, 50 вольт относительно Земли, который на себя эти электроны собирает. Дальше что происходит с этими электронами? Дальше пролетев сквозь эту сеточку, они попадают уже довольно серьезное электрическое поле, порядка 1000 вольт, разгоняются в этом поле и бьются в сцентилятор, то есть в экранчик, который испускает свет под их воздействием. А на этот экранчик смотрит фотоэлектронный умножитель, который регистрирует вспышки от отдельных электронов и дает электрический сигнал, который мы потом можем либо записывать в память компьютера, либо выводить на монитор. Детектор нам дает возможность изучать напрямую рельеф поверхности. Сейчас я вам это покажу. Кстати говоря, вот эти два объекта, скелет радиолярии и пыльцевое зерно, в данном случае одуванчика, они созданы природой из двух материалов, идеально приспособленных для наблюдения сканирующих электронный микроскоп. Скелет радиолярии состоит из хитина и оксида кремния, то есть песка или стекла, и песка. А оболочка пыльцевого зерно состоит из полинина, это довольно сложный полимерный компаунд, как сказали бы говорящие исследователи, крайне устойчив к любым воздействиям, в том числе к бомбардировке электронным лучом. Поэтому все, что нужно сделать с этими образцами, просто сделать электропроводными на прилив на поверхность тонкий слой металла. Сейчас расскажу, как это делается. Главное, вот мы видим их структуру. Видите, все шипики кажутся нам более яркими, потому что электронный луч падает на них под острым углом, в то время как поверхности перпендикулярные направления падения электронного луча кажутся нам более темными. Наиболее темными нам, естественно, кажутся места, до которых электронный луч просто не достигает по геометрическим соображениям, например, вот эти углубления. Ну, вот еще мы тут с коллегами-океанологами сделали вот это замечательное чудовище, это многощетинковый червь из Черного моря. Его, естественно, уже надо было обрабатывать, придавая ему устойчивость к вакууму и к облучению, и напылять его металлом. Тем не менее, вот тоже мы во вторичных электронах наблюдаем все удивительные детали его поверхности, его рот, ключи, которыми хватает добычу, параподии, которые описаны во всех учебниках зоологии без позвоночного для студентов, и даже щетинки на этих параподиях. Единственное, к сожалению, он оказался немножко великоват для электронного микроскопа, мы работали с ним на самых минимальных увеличениях, значит, просто не влезал целиком и не показывал всю свою устрашающую красоту. Вот. И давайте сразу, раз мы находимся сейчас в области взаимодействия электронов с образцом, еще один, одно важное излучение, о котором мы сегодня поговорим, все остальное мы, наверное, все-таки оставим в стороне, это обратно рассеянные электроны. Обратно рассеянные электроны, как я вам уже говорил, это те же электроны падающего луча, но претерпевавши такое взаимодействие с ядрами атомов в составе образца, что они просто развернулись вокруг ядер и полетели в обратную сторону. Эти электроны несут информацию не о рельефе поверхности, а в первую очередь о заряде ядер тех атомов, с которыми они в данной зоне образца взаимодействуют. То есть они несут не вполне точную, но информацию о химическом составе объекта. Их энергия равна энергии падающего луча. И главная прелесть этих электронов в том, что они позволяют исследовать плоские, лишенные какого бы то ни было рельефа, гладкие поверхности. Особенно, если мы знаем или хотим знать химический состав материала, который лежит под этими поверхностями. Единственное, что важно, поскольку энергия обратно рассеянных электронов равна энергии падающего луча, обратно рассеянные электроны могут выбираться из гораздо более глубоких зон образца. Более того, зона, где рождаются обратно рассеянные электроны, обратите внимание, насколько она больше, чем зона, где рождаются вторичные электроны. Если мы посмотрим на эту же грушу сверху, вот отсюда летят, из черной области летят вторичные электроны, из серого круга летят обратно рассеянные электроны. То есть при одном и том же ускоряющем напряжении разрешающая сила сканирующего электронного микроскопа в разных электронах разная. В обратно рассеянных электронах она меньше. Это зондовый прибор. Зондом является электронный луч, а эффективность работы любого зондового прибора связана с размером зонда. Эффективный размер зонда в данном случае вот он. Я вам сейчас покажу пример работы в обратно рассеянных электронах. Да, детектор обратно рассеянных электронов. Вот он, надет непосредственно на источник электронов, ловит те электроны, которые отразились действительно в обратном направлении. Представляет он собой вот такой 4 квадранта. Это полупроводниковый фотодиод, который отвечает рождением носителей зарядов в ответ на попадание в него мутерно-энергетического электрона. И вот картинка. Сейчас я вам ее покажу. Относительно плоская поверхность сплав свинца с оловым более известен как припой для пайки. Вот его изображение во вторичных электронах, а вот его изображение в обратно рассеянных электронах. Во вторичных электронах мы видим некие неровности, мы видим яркие края вот этих ямок. В обратно рассеянных электронах мы ямок уже не видим. Но мы гораздо более четко видим вот эту пятнистую структуру этого сплава. и более светлый для нас свинец. Свинец тяжелее олова. Он более эффективно рассеивает электроны, в том числе более эффективно генерирует обратно рассеянные электроны. Более темные зоны, зоны откуда к нам приходит меньше обратно рассеянных электронов это олова. В данном случае система простая, в ней всего два компонента, поэтому мы о ней все знаем. в более сложных системах тем не менее мы можем использовать это для анализа распределения элементов по атомным весам. Быстренько о подготовке образцов биологических и прочих для сканирующего электронного микроскопа. Естественно, так же, как я говорил про просвещающий электронный микроскоп, биологические образцы необходимо фиксировать, химически стабилизировать взаимное расположение молекул в их составе. Для пущей стабилизации также используется фактически та же процедура альдегидной фиксации и тетраокситосмия для того, чтобы стабилизировать и белки, и липиды. Обезвоживание без него нельзя, поскольку мы помещаем образец в вакуум. Есть только непыльцевое зерно, которое в принципе сухое, воды в нем очень мало. А вот дальше две довольно специфические процедуры именно для этого типа приборов. Это сушка в критической точке и это напыление металлом для придания поверхности электропроводности, для дополнительной стабилизации образца и для более эффективной генерации вторичных электронов. Сначала критической точки. И для начала обратимся снова к нашему замечательному червячку. Обратите внимание на все вот эти ворсинки, щетинки. Если мы попытаемся высушить этого червячка на воздухе, например, из спирта или из ацетона, произойдет несчастье, потому что когда жидкость, которую мы используем для обезвоживания начнет сама испаряться, на последних этапах ее испарения силы поверхностного натяжения, которые, естественно, возникнут и всегда присутствуют, они просто приведут к тому, что все эти реснички склеятся. И мы вот этой замечательной структуры никогда не увидим. Чтобы этого избежать, такие вот сложные объекты, у которых много поверхностных тонких деталей, подвергаются ушки в критической точке. Что такое критическая точка? Не так знаете, но я напомню. Критическая точка это физическое состояние вещества, комбинация температуры и давления такая, при которой нет различия между жидкостью и газом. Было бы неплохо сушить, то есть, соответственно, если мы удаляем жидкость критической точки, поскольку она не отличается от газа, у нее нет поверхности. Нет поверхности, нет поверхностного натяжения, нет деформации структуры под воздействием сил поверхностного натяжения. Проблема одна. У воды критическая точка имеет очень неприятные координаты. Это 374 градуса Цельсия и 22 мегапаскаль давления. Само по себе для биологических объектов нехорошо. Зато очень хорошими координатами критической точки обладает углекислый газ. Углекислый газ становится критическим флюидом, как это называют профессионалы, при 31 градусе Цельсия всего 7,4 мегапаскаля. Почти комнатная температура, почти комнатное давление. Одна проблема, углекислый газ не смешивается с водой. Не получается. Зато углекислый газ прекрасно смешивается с ацетоном. Соответственно, когда мы после того, как стабилизировали наш образец химически, удаляем из него нежную воду, мы помещаем его сначала в этиловый спирт, постепенно повышаем концентрацию этилового спирта, замещаем воду на спирт, а замещаем спирт на ацетон, и с ацетона переводим в устройство для сушки критической точки, заполняем камеру углекислым газом, поднимаем температуру, поднимаем давление, выгоняем пары ацетона, потом потихонечку соблюдая правильный режим изменения температуры и давления, чтобы не уйти от условий критической точки, отгоняем углекислый газ вместе с остатками воды, и получаем вот такой вот замечательный образец, в котором все щетинки и прочие тонкие детали поверхности, даже на уровне одной клетки, сейчас это тоже я вам покажу, вот клетки в культуре, на поверхности клеток, все их микроворсинки, которые окружены липидными мембранами, имеют толщину доли микрона, они также сохранены, и вот здесь это хорошо видно, мы избежали их склеивания и коллапса. Это что касается сушки в критической точке, но обычно это делают не сам исследователь, обычно это делают техники, которые работают непосредственно в центре, где установлен сканирующий электронный микроскоп, все-таки как и просвечивающий электронный микроскоп и сканирующий электронный микроскоп, это не индивидуальный прибор, на каждой лаборатории их не напасешься, все-таки чаще, чаще, чаще их устанавливают в центрах коллективного пользования. Напыление металлом, как я уже сказал, для придания поверхности электропроводности, его избежание накопления заряда, ну и для пущей стабилизации. Металлы используют хорошие, платину, золото, платиновые сплавы. Почему? Потому что эти металлы, с одной стороны, химически инертны, покрыты тонким слоем платины или олова, образец будет сохраняться в течение достаточно длительного времени, они очень хорошо проводят ток, и они хорошо генерируют вторичные электроны. Используется устройство, в котором в разреженной атмосфере аргона, просто потому что это недорогой инертный газ, зажигают тлеющий разряд в газе. Некоторое количество всегда спонтанно имеющихся ионов, положительно заряженных ионов газа, отправляется к отрицательно заряженному платиновому электроду, под воздействием приложенного здесь электрического поля. платиновая мишень заряжается отрицательно, образец положительно, ионы газа ударяются в мишень и выбивают из нее атомы металла, которые летят во все стороны, в том числе и в сторону образца, покрывая его тонким примерно 3-5 нанометров слоем металла, придавая ему электропроводность и стабилизируя дополнительно его структуру. Естественно, платиной покрывается и вся внутренность этой камеры, периодически надо счищать и реутилизировать, как мне рассказывали люди, которые этим занимаются. Ну и вот опять в результате мы имеем вот эти вот все замечательные картины, получаемые во вторичных электронах на разных биологических образцах. Ну и теперь самый последний момент, который я вам хочу рассказать. Сканирующий электронный микроскоп не так давно стали применять и для исследования трехмерной внутренней структуры объекта. Хотя, казалось бы, только что я вас убеждал в том, что это прибор для исследовательной поверхности. Однако, как я уже опять же обращал ваше внимание, сканирующий электронный микроскоп обладает достаточно значительным объемом камеры, в которые помещаются образцы. С одной стороны, мы можем туда разместить различное количество детекторов для регистрации разных типов излучения, с другой стороны, мы туда можем разместить достаточно крупный образец, и в третьем, мы можем разместить некое дополнительное оборудование. Вот с изобретением этого дополнительного оборудования и с улучшением качества детекторов обратно-рассеянных электронов появилась возможность так называемого последовательной съемки поверхности блока. Блок – это тот же самый блок эпоксидной смолы, о котором я вам рассказывал, когда мы говорили о приготовлении препаратов для просвечивающей электронной микроскопии, с которыми мы делали ультратонкие срезы. Но что делают с использованием сканирующей электронной микроскопа? Есть два способа, которые позволяют прямо внутри камеры, сканирующей электронного микроскопа, снимать с поверхности блока тонкий слой материала. Но теперь мы смотрим не этот снятый слой, мы его выбрасываем, мы смотрим обнажившуюся поверхность посредством наблюдения обратно рассеянных, регистрации обратно рассеянных электронов с этой гладкой поверхности. Естественно, мы надеемся на то, что в нашем образце есть достаточное количество тяжелых металлов, чтобы генерировать достаточное количество обратно рассеянных электронов. То, о чем я вам уже успел рассказать, импрегнация осмия. Внесение уронило цитата. На этапе подготовки образца оно позволяет нам этого достичь. В частности, больше всего в этой процедуре любит, конечно, татароксид осмия, который контрастирует липидные слои. Сейчас я вам покажу пример, как это выглядит. То есть каждый раз, снимая слой за слоем и сканируя заново образовавшуюся поверхность, мы получаем послойное изображение нашего объекта. Причем нам уже не надо вылавливать с трудом и трясясь над каждым эти серии срезов с поверхности ванночки ультратомного ножа. Все это делается в автоматическом режиме прямо в камере сканирующего электронного микроскопа. Вот это порядок работы этой установки. Сканируем поверхность. Алмазный нож срезает 50-тинометровый слой материала. Образец возвращается в исходное положение в зону фокусировки электронного луча. Мы снова сканируем и так либо пока нам не надоест, либо пока образец не кончится. Образец, естественно, в ходе работы утрачивается, но весь полностью превращается в информацию. Вот на этом месте я вам хочу показать фильм, реконструированный с помощью вот этого метода. Сейчас он как-то маловат, тем не менее, сейчас мы его запустим. Клетка, делящаяся клетка, импрегранированная тетароксидом осмия и таким вот образом серийно порезанная. Сейчас нам показывают последовательность просканированных поверхностей. Вот это вот бледные, это хромосомы. Чем чернее, тем больше там липидов. То есть это плазматическая мембрана, плазматический ретикулум и митохондрия. А на обратном проходе здесь авторы этого фильма, это электронно-микроскопическая группа университета Хельсинки. Они очень много занимаются проблемами трансформации клеточных структур при делении клетки. И плюс у них есть вот эта машина. Вот они сделали трехмерную модель на основе этих данных. Вот опять же, мембраны на плазматическую ретикулуму, они наиболее темные, у них больше всего осмия. Цитоплазма светлая, в ней тяжелых элементов мало. И хромосомы, видите, они тоже довольно бледные, потому что они не использовали при предоставлении препарата уронилацетат. Структура, насыщенная белком, слабо контрастная, но их это особенно не интересовало, потому что они изучали именно трансформации мембран. Ну и последнее, о чем я вам хочу рассказать, это вот это. Так, а это чего? Это у нас там, наверное, продолжил крутиться фильм, и нам надо его остановить. Сканирующий электронный микроскоп теперь позволяет нам не только наблюдать образец, он позволяет нам с ним взаимодействовать. Причем взаимодействовать, используя инструмент с рабочим кончиком, сопоставимым с диаметром электронного луча. Электронный микроскоп, оборудованный дополнительной ионной пушкой, вот она. И это устройство позволяет направлять на образец поток ионов галлия. Почему именно галлия? Галлия, с одной стороны, достаточно тяжелый элемент из середины, примерно из середины периодической системы элементов. Это очень легкоплавкий металл, его очень легко перевести в жидкое парообразное состояние и легко его в этом состоянии ионизировать, получить достаточное количество ионов и сделать из них луч с хорошим током. Потому что поток ионов — это электрический ток. И этот, так называемый, сфокусированный ионный луч, это на настоящее время самый точный сверлильный и сварочный аппарат. Мы можем, используя электронный луч для наблюдения поверхности образца, воздействовать на образец ионным лучом для нанесения на него отметок, для создания наносистем. Мне показывали, как делают как раз с помощью гравировки ионным лучом, делают зеркала для рентгеновских оптических устройств. Мы можем с помощью этого луча делать разного рода обработки образцов. Мы можем осуществлять сварку или отложение металлов или кремния, потому что существуют газы, например, тетракарбонил вольфрама. Хороший газ такой, да? Это газ. И этот газ обладает способностью сорбироваться в условиях вакуума на поверхности образца, а там, где на него воздействует ионный луч, он распадается и откладывает вольфрам на поверхности образца. Мы можем редактировать, например, микроэлектронику, перерезать ионным лучом один проводник, нарисовать этим же ионным лучом по соседству другой. Для биологов же это устройство представляет интерес, опять же, с позиции трехмерной реконструкции образцов. Потому что, когда я вам рассказывал о приготовлении ультратонких срезов, я говорил, что срез толщиной 100, ну, 50 нанометров. При разрешающей способности электронного микроскопа 0,2 нанометра. То есть у нас оказывается анизотропная разрешающая сила, у нас 0,2 нанометра в плоскости, и толщина среза — это наша разрешающая сила по глубине. Все, что находится в объеме среза, кажется нам расположенным в одной плоскости. То же самое ультратом, размещенный в камере сканирующей электронного микроскопа. Он ограничен тем же самым, делает срез толщиной 50, ну, 30 нанометров. Эта машина позволяет соскоблить с поверхности образца слой, равный диаметру сфокусированного ионного луча. То есть, в идеале, если у нас достаточно времени приборного, и наш образец это позволяет сделать, у нас достаточно времени для того, чтобы распилить и отсканировать наш образец с полностью изотропным разрешением по всем направлениям. Как у нас разрешение сканирующего электронного микроскопа в плоскости, так у нас сопоставимая толщина, точнее расстояние между каждой новой поверхностью за счет диаметра ионного луча. Естественно, это занимает, это автоматический процесс, он занимает сутки для не очень большого образца, но он идет в автоматическом режиме и позволяет делать, опять же, вот такие вот трехмерные реконструкции структур с изотропным разрешением. Такая машина, опять же, есть в Курчатовском институте, такая машина есть в Калининградском Балтийском федеральном университете, потому что мне известно. И еще, что я вам хотел сказать, да, вот это, то, что я с самого начала вам говорил. А если мы не занимаемся биологией, если мы занимаемся материаловедением или полупроводниковыми технологиями, или создаем катализаторы для химической промышленности, во всех этих случаях нас зачастую интересует внутренняя структура тех изделий, которые мы хотим изготавливать, причем, в частности, и на уровне разрешающей силы, которые нам предоставляет электронный микроскоп, просвечивающий электронный микроскоп. Как нам приготовить образец для такого вот, из такого массивного предмета для работы в просвечивающем электронном микроскопе. И здесь ионный луч нам тоже поможет. Вот у меня тут два примера. Один это картиночка, второй это реальный снимок, как из массивного действительно образца. Я, честно, сейчас не могу сказать, что это такое. Может быть, это сплав какой-то или поверхность какого-то инструмента. С помощью ионного луча на поверхности этого образца изготавливается такая ямка, в центре которой формируется тонкая пластинка. По толщине достаточно для того, чтобы быть помещенной в просвечивающий электронный микроскоп, пробитый электронным лучом насквозь, и тем самым изучена с должной степенью разрешающая сила. Единственное вопрос, как ее достать. Эта задача тоже уже благополучно решена. Вот такие вот механизмы. Фактически роботы-манипуляторы вставляются в дополнительные парты камер микроскопов, оборудованных этими устройствами. И опять же с помощью того же ионного луча. Вот я воспроизвел здесь на диаграммке эту картину. Мы можем приварить кончик этого манипулятора посредством осаждения вольфрама под ионным лучом к краешку полученной пластинки, окончательно ее отрезать и перенести с помощью этого манипулятора на специальную сетку. Специально для этого предназначено. И снова приварить ее к тем же самым ионным лучом. Приварить ее к держателю на этой сетке и отрезать от кончика манипулятора. И нести наш просвечивающий электронный микроскоп для детального анализа. Вот такая вот замечательная машина. Очень бы мне хотелось самому на ней поработать, но пока я уже видел демонстрацию. Да, вот она живая машина стоит, вот человек за ней работает, но он решает свою задачу, я только за его плеча смотрю.